Ребята, недавно мы с вами разобрали третий вариант профиля «Все задачи, кроме одной», и я и решил посвятить отдельный выпуск, так как считаю, что это самая сложная задача с параметром во всем сборнике ЕГЭ-2021. Я записал для вас подробные решения этой задачи, делая акцент на каждом своем шаге. Но задача эта хоть и сложная, тем не менее решаемая, и у вас естественно возникает вопрос, а как можно научиться решать задачи с параметром? И здесь я хочу вас сразу предостеречь. Невозможно научиться этому ни за неделю, ни за месяц. Выделите себе хотя бы несколько месяцев для напряженной работы. И первое, что нужно сделать, это научиться решать обычные уравнения неравенства системы без всяких параметров. Как только это будет получаться у вас блестяще, можно переходить непосредственно к параметрам. И здесь желательно придерживаться принципа от простого к сложному. Будет здорово, если у вас будет обратная связь, то есть человек, которому вы можете показать свои решения и которые укажут вам на ваши ошибки. На своем опыте, зная, что это очень сложный материал для изучения, у ребят постоянно возникают вопросы. Скажем, в прошлом учебном году на обучающих платформе я ответил более чем на тысячу вопросов ребят, которые задавали мне по этой теме. Если вы хотите научиться решать параметры вместе со мной, приглашаю вас на свой флагманский курс по 18-й задаче. В этом году я усилил его прямыми трансляциями. Более подробная информация по ссылке в описании. В этой задаче требуется найти все такие значения параметра А, при каждом из которых у системы больше трех решений. Крайне неприятная задача. Здесь, во-первых, два уровня, во-вторых, есть модуль и оба уровней. Ну, непросто решить. С первым, там нет параметра, зато есть две перемены x и y. Понятно, что придется раскрывать знак модуля двумя способами. Поработаем с этим. Во-втором, очень много выражений в скобках и пока не видно ничего хорошего. И, тем не менее, начнем с него, потому что, ну, это явно какое-то, с одной стороны, плохое уровень, а с другой стороны, какое-то хорошее. Никаких дробей, модулей нет. Что делать? Ну, раскрыть скобки. Это первое, что направляется. Почему это нужно сделать? Да потому что, так как сейчас скобки расставлены, ничего хорошего они нам не дают. Раскрываем. Тогда получаем следующее. 2у квадрат минус 8у плюс 3а х квадрат плюс 12х равняется 2а х у плюс 3х у. Понятно, что лучше вроде бы не стало, но давайте попробуем теперь все собрать в одной части и, тем не менее, попытаться найти какие-то общие множители. Переносим. 2у квадрат минус 8у плюс 3а х квадрат плюс 12х минус 2а х у минус 3х у равняется 0. Здесь надо за что-то зацепиться. За что? Ну, замечаем, что есть две тройки. Это, конечно, хорошо. А еще есть число 12. Что в нем хорошо? Оно тоже делится на 3. Тогда, может быть, это хороший шаг объединить вот эти 3 слогаемых вместе. Может быть, но неизвестно. Хорошо, подумаем еще. Что еще можно? Вот 8 и 12. Оба делятся на 4. Это тоже хорошо. А вот здесь есть двойка и двойка. Тогда получается следующее. Если мы соберем два слогаемых множители на 2 и вынесем за скобку, то это будет множители на 2. Здесь множители на 3, а вот здесь 8 и 12. Это разные числа. Значит, это точно ничего хорошего, нам не даст. Тогда все-таки давайте попробуем вот эти 3 собрать вместе и 3 других тоже собрать вместе. Все слогаемые четные, да еще есть у. Давайте вынесем 2у за скобку. Тогда в скобках останется что? у минус 4 и минус ах. Здесь тройка, тройка, тройка и еще х. Значит, 3х можно вынесить за скобку. Останется ах, останется 4 и останется минус у. Похоже? Очень даже похоже. Смотрите, ах минус ах плюс 4 минус 4 минус у плюс у. Ну, почти идеально. Оказывается, надо было не 3х носить за скобку, а минус 3х. Но никто не мешает нам это сделать сейчас. Тогда получаем, что 2у нужно у минус 4 минус ах минус 3х. А здесь будет уже минус ах минус 4 плюс у. Все это равняется 0. Ну и видно теперь, что у минус 4 минус ах это общий множитель, выносим его за скобку. Скобка, соответственно, 2у минус 3х. И мы получили с вами идеальную ситуацию, потому что произведение двух носителей равно 0. А значит, наше уравнение, вот это сложное, распадается на два более простых. А именно, первое, у минус 4 минус ах равно 0. Второе, 2у минус 3х равняется 0. И при этом замечательно то, что из каждого уравнения у может быть легко выражен. И мы получаем с вами две прямые. Прямая первая, это есть ах плюс 4. Причем все эти прямые проходят через точку с корзонатами 0 и 4. Прямая вторая, еще лучше, это просто 3 вторых х. И мы с вами полностью разобрались со вторым уравнением. Значит, можно работать с первым. Переходим к первому уравнению. И здесь наша цель раскрыть знак модуля. Значит, рассматриваем две ситуации. Ситуация первая. Когда у минус 2 плюс 3 делить на х больше 0. То есть под знаком модуля либо положительное число, либо 0. Мы не сможем сказать, какой здесь у, какой здесь х конкретно, потому что они связаны между собой. Точнее, мы получаем следующее условие. У больше либо равен 2 минус 3 разделить на х. А что такое 2 минус 3 разделить на х? Это же просто гипербола. Получается, что мы у берем над гиперболой. Это очень интересно. И нестандартно будем смотреть, что из этого получится. Если мы рассмотрим такие х и у, то знак модуля можно убрать и получаем следующее. 5 разделить на х плюс 3 минус у равняется у минус 2 плюс 3 разделить на х. Собираем иксы в одной части, а у и в другой. 5 разделить на х минус 3 разделить на х. Это просто 2 разделить на х. 3 да еще плюс 2 это 5. И получается, что это 2у. А значит отсюда у это будет 1 на х плюс 5 вторых. То есть получается, что мы получили гиперболу, которая, в случае, над гиперболой расположена. Запутано, да? Тем не менее, попробуем разобраться. Второй случай, когда у минус 2 плюс 3 разделить на х строго меньше нуля. В этом случае получаем так уровень. 5 разделить на х плюс 3 минус у равняется минус у плюс 2 и минус 3 разделить на х. Собираем иксы и получаем 8 разделить на х. Так, 3 минус 2 это плюс 1. А у просто пропали, потому что минус у слева и минус у справа. Получаем 0. То есть у вообще просто пропал. Но отсюда легко получать, что х равен минус 8. Минус 8 замечает. А у-то какой? А у такой, что выполняется вот это условие. Но мы даже явно можем это найти. Но самое главное, что мы получили вот здесь не всю прямую, а часть прямой. Как ее нарисовать, тоже будем разбираться. Потому что у нас у и х такие, что выполняется вот это дополнительное условие. Итак, мы с вами упростили два наших уравнения. И выяснилось, что первое превращается вот в такие два условия, а второе порождает две прямые. Теперь следующий шаг это нарисовать то, что у нас с вами получилось. Это тоже непросто. Тем не менее, это нужно сделать. Итак, вот система координат. Оси. Начало. И что здесь нам нужно? Нам нужно нарисовать первую гиперболу, вторую гиперболу, потом прямую и вот эти две прямые. Про эти две просто пока забываем, потому что там мы будем искать решение. Нам нужно разобраться с первым уровнем, что оно задает. Тогда, соответственно, появляются две гиперболы. У первой горизонтальной асимптота у равен 2, у второй горизонтальной асимптота у равен 5 вторых. Давайте покажем, скажем, двоечку вот здесь. Так, тогда, соответственно, 5 вторых будет чуть повыше. Пускай будет вот здесь. И я показываю горизонтальной асимптоты одну и вторую. Теперь я понимаю, что вот эта гипербола распорожена в каких четвертях? Во второй и в четвертой относительно чего? Относительно асимптота. Асимптота одна это х равно 0, другая у равно 2. Тогда показываю аккуратно. Аккуратно, ну, в принципе, мне достаточно взять одну точку. Например, х, скажем, равной единичке. Тогда я получаю 2 минус 3, это минус 1. Соответственно, с единичный отрезок здесь. И где-то вот через эту точку прошла. Ветвь. Показал и прижал. Это граница выше которой мы будем работать. И есть, соответственно, еще вторая ветвь. Подставляем, скажем, х, равный минус единичке. 2 плюс 3, это будет 5. Где-то вот здесь высоко. И показываю. Вот она ушла. Итак, в первом случае я должен находиться над этой гиперболой, которую только что нарисовал, либо прямо на ней. И при этом рисовать вот такую гиперболу. Давайте попробуем. Здесь я нахожусь в первой, третьей четверти, поскольку у дроби вида единичка на х коэффициент в числителе положительный. Я возьму, скажем, х, равной единичке. Тогда получаю здесь 1 плюс 5 вторых, 7 вторых. Ну, где-то высоко. Да, соответственно, как-то вот так. И, соответственно, вторую. Вторая ветвь. Где-то они пересеклись. Вот вопрос, где они пересеклись, это очень интересный и принципиально важный вопрос. Пока я не знаю. Вот эта точка какая-то ключевая. Теперь, что из этого я должен оставить? Смотрю, вот эта ветвь у меня оказалась выше ветви гиперболы, которая расположена во второй четверти. Значит, это моя ветвь. Здесь, а здесь частично выше, частично ниже. Значит, все, что ниже, я просто должен тут же уничтожить. Нет этого. Остается только вот эта часть. Теперь, до вот этой точки, да, поскольку здесь у нас с вами не строго. Значит, эту точку, ключевую, надо найти. Давайте ее назовем точкой М. Координаты точки М архиважны для нас. Найдем. Как это сделать? Но у у них одинаковые, значит, иксы тоже должны быть одинаковые. Значит, мы получаем уравнение. 2 минус 3 делить на х равняется 1 делить на х плюс 5 вторых. Здесь напрашивается на 2х сразу домножить. Так, да. А может быть и не нужно. Нет, х должен полегче находиться. То есть, да, у нас здесь х замяты, здесь х замяты. А тогда даже еще проще будет. Иксы собрать, например, в правой части. Получаем 4 делить на х. А числа просто в левой. Тогда получаем здесь минус 1 вторая. Тогда отсюда получаем, что х это просто минус 8. Замечательно. Тогда у легко находится. Подставляем либо сюда, либо сюда. Ну, давайте подставим в первое. Тогда у будет чему равен? 2 плюс 3 восьмых. То есть, 2,3 восьмых. Это меньше, чем 2,1 вторая. То есть, меньше, чем 5 вторых. Но больше, чем 2. Значит, действительно, точку мы примерно правильно определили. Единственное, что абсцисса должна быть где-то там полевее. Ну, ладно. Как получилось. Итак, координаты точки М найдены. Замечательно. Теперь вторая часть. Если мы находимся под гиперболой, то мы должны получить только прямую х равно минус 8. Но х равно минус 8. И вот здесь х равно минус 8. Значит, мы просто от точки М должны уйти вниз. На самом деле, получается вот еще такая часть. И здесь уже можно четко показать, что это минус 8. И вот теперь мы с вами правильно нарисовали график первого уравнения. Что делать дальше? Будем смотреть дальше. Следующий этап решения — это показать вот эти две прямые. Причем одна из них вполне даже определенная. Это 3 вторых х. Другая зависит от параметра. Но все прямые виды Ах плюс 4 проходят через точку с координатами 0,4. Потому что если поставить вместо х 0, то у точно будет раньше 4. Теперь мы хотим, чтобы было больше трех решений. А значит, эти две прямые должны порождать по две точки на нашей конструкции. Но с прямой 3 вторых х все понятно. Она растет чуть круче, чем просто прямая обычная у равно х. А значит, здесь две общие точки точно будут. Одна на ветве гиперболы правой. Другая на вот этой не совсем прямой. Да, это луч получается. Прекрасно. Значит, здесь точно есть две точки. Точно. А значит, нам нужно, чтобы вот на этой прямой тоже появились две точки. Тогда, естественно, начать со случая, когда А равно 0. Тогда мы получаем прямую параллельную оси Абцисс. И вот эта точка, давайте мы с координатами 4 покажем. Если она прошла вот таким образом, то понятно, что она порождает только одну точку дополнительную. Значит, решение будет только 3. То есть, в случае, когда А равно 0, здесь мы получаем 3 точки. Это для нас мало. Дальше нужно рассмотреть положительный А. В этом случае наша прямая начинает поворачиваться. И мы получаем вот такую картинку. Тогда почти очевидно, что мы пересечем конструкцию в двух точках. Проблема в чем может заключаться? А в том, что мы пересечем, например, вот в этой же точке. И тогда будет беда. Тогда у нас с вами будет не 4 решения, а 3. А значит, вот эта точка какая-то тоже ключевая. Давайте ее назовем, скажем, точкой К. Ее координаты легко находятся, поскольку абсциссы известны. Подставим вот в это уравнение и найдем отсюда, соответственно, у. А тогда подставим x, y вот в это уравнение и найдем, чему равно А. Вот давайте с этого начнем. То есть мы говорим, что все положительные А, почти все, будут замечательные, кроме того А, при котором прямая у1 пройдет через точку К. Итак, какие координаты точки К? Здесь абсцисса точно минус 8, а ордината подставили и получили 3 вторих умножить на минус 8, минус 12. Тогда подставляем эти координаты в уравнении у1 и получаем следующее. Минус 12 равняется минус 8А плюс 4. То есть минус 16 равняется минус 8А, а значит А равняется 2. Получается, что вот это А плохое. Через точку К, если проходят две прямые, значит мы получаем только 3 решения. А значит во втором случае, когда А больше 0 и А не равно 2, мы получаем 4 точки. Если же А больше 0 и при этом А равно 2, мы получаем 3 точки за счет того, что у1 и у2 обе эти прямые проходят через точку К. Получается, что теперь в следующей ситуации рассмотреть отрицательные значения параметра и посмотреть, как в этом случае будет прямая расположена. Переходим к рассмотрению отрицательных значений параметра. Значит наша прямая будет убывающей и нам нужно, чтобы было две общие точки получается с правой ветвью гипервола, потому что с левой конструкцией уже ничего не будет. Здесь две проблемы. Первая, мы можем случайно пройти через эту точку. И это будет плохо, мы потеряем одно решение. Вторая проблема, что у нас с вами будет вообще одна общая точка света. То есть будет касание. Еще хуже, если мы пройдем под ветвью гипербола, значит у нас с вами здесь появляются две ключевые точки. Вот эта точка, давайте ее назовем точкой L. Нужно от ее координаты и в эту точку ни в коем случае не попасть. И мы должны пройти выше касательной, а значит нужно еще и точку касания искать. Давайте начнем с точки L. Откуда она берется? Она лежит на прямой у, 3 вторых х, и на гиперболе, вот на этой. 1 на х плюс 5 вторых. Значит 1 на х плюс 5 вторых, это то же самое, что 3 вторых х. Здесь разумно избавиться от всех знаменателей, домножить на 2 и на х. Тогда мы получаем следующее. 2 плюс 5х равняется 3х квадрат. Или что то же самое, 3х квадрат минус 5х минус 2 равно 0. Вот здесь дискоррентно опрашивается посчитать. 25 плюс 6 у 4, 2 у 4, получаем 49. И нас интересует только положительный корень. А только положительный корень мы получим, если посчитаем 5 плюс 7 делено на удвоенную шестерку. А, на тройку. А уже мысленно умножил, удвоенную на тройку получил шестерку, ее написал. 12 делим на 6, это 2. Но если х равен 2, то у элементарно вычисляется, это просто будет 3. То есть координаты точки L это 2 и 3. А значит, теперь если мы поставим вот в это уравнение, то легко найдем, чему равно а. Тогда мы получаем следующее, что 3 равняется 2а плюс 4. Перенесли четверку, получили минус 1, значит а равно минус 1а. Все, значит, это а плохое, нужно его исключать из ответа. Теперь находим точку касания. Если точка касания, значит, у нас с вами система. Прямая у равно ах плюс 4. И гипербола у равно единичка на х плюс 5 вторых. Приравниваем, соответственно, правые части и получаем, что ах плюс 4 равняется единичка на х плюс 5 вторых. Здесь есть два пути. Путь первый. Сказать, что вот получим квадратный район, у которого должно быть ровно одно решение, значит, диск равен, равен 0. Путь второй сказать, что ну в точке касания еще и производный район. Давайте производный посчитаем. В первом случае это будет просто а. В втором случае это будет минус единичка на х квадрат. А значит, а легко выразилось через х. Но тогда мы с вами найдем х, а потом мы найдем, соответственно, а. Хорошо, тогда я подставляю в первое. И получаю, что это есть минус единичка на х плюс 4 равняется единичка на х плюс 5 вторых. Тогда 2 разделить на х. Это что такое? Это будет 8 вторых минус 5 вторых. Это 3 вторых. А значит, отсюда х. Это будет 4 третьих. 4 третьих. Но тогда а легко считается. А будет равно чему? Минус. Соответственно, уже 9 шестнадцатых. О, нашли. Теперь, какие а нам нужно брать? Если а будет по модулю огромный, соответственно, прямая будет резко уходить вверх. Это будет плохо. Значит, а должны быть небольшие по модулю. Небольшие по модулю, это значит, что от точки касания, то есть а больше, чем минус 9 шестнадцатых, до нуля, за исключением вот этой плохой точки. Да, соответственно, до минус 1 второй. И, соответственно, от минуса 1 второй до нуля. Итак, задачу мы с вами полностью решили. Осталось подвести итог. Какие значения параметра мы включаем в ответ? Отрицательные. От минус 9 шестнадцатых до минус 1 второй. Не включая ни то, ни другое. И от минус 1 второй до нуля. Положительные берем все, кроме числа 2. Итак, задачу мы с вами полностью решили. Лично я получил огромное удовольствие. Я показал вам все этапы, которые должен был пройти любой из вас, кто хотел бы решить эту задачу полностью. В комментариях напишите, насколько сильно вы продвинули совершение задачи. Может быть, кто-то сделал пару действий. Может быть, кто-то дошел до картинки. Может быть, кто-то получил почти правильный ответ. В общем, любые ваши мысли и комментарии. Ну и напишите также, насколько вам понравился данный формат. Ведь эта задача самая сложная во всем сборнике и заслуживает отдельного, вот такого хорошего, пристального разговора. С вами был Андрей Павликов. Увидимся на канале.